В эфире программа «Городские встречи» в студии Дины Исляева. Сегодня у нас в гостях альпинист Андрей Спирин и председатель региональной федерации альпинизма и скалолазания Дарья Топоркова. Андрей, ты стал первым ребенком, которому удалось совершить восхождение на самую высокую гору Австрии. Расскажи, как решился на такое восхождение? Я хочу стать лучше, в первую очередь. Во-вторых, мне помогали друзья, учителя, поддерживают все время, ждут много восхождений. А Дарья, как готовятся альпинисты к таким восхождениям? Все-таки непростая гора. Ну, это целый цикл тренировок. Во-первых, здесь важна общая выносливость, потому что работать приходится очень долго. То есть, во-первых, это надо подойти под базовый лагерь, потом подойти под ночевку, где переночуешь восхождением перед самим. Само восхождение длится достаточно долго, несколько часов. И расслабляться нельзя, потому что могут быть и непогоды, и ветер, и снег, и дождь. И, соответственно, чем быстрее ты закончишь это восхождение, тем более безопасным оно будет. Это и силовая какая-то подготовка, потому что и рюкзак где-то нести, и где-то лезть немножко. Это и координационные качества подготавливаемые, потому что, ну, понятно, если гребень, это вот некий такой вид рельефа, когда надо хорошую координацию иметь, чтобы не упасть, и чтобы не было этой боязни высоты. Поэтому тренировки совершенно разные, вот, и бег, и ОФП, и скалолазная подготовка, и техническая, конечно, потому что узлы вязать, с веревкой работать, это необходимо альпинисту. Андрей, расскажи про восхождение, когда вы начали подниматься, какой погодой была? Вначале, с самого начала, походу, была погода хорошая, ничего не предвещало. С Гидом мы встретились в первом домике, до него мы шли сами, и погода была хорошая, шли и шли. Погода эта в итоге была плохая, из-за того, что тучи цепляются за дозы Гросс-Глокнер. Они там закрепились, и начался дождь, потом, когда поднялись повыше, был град, потом снег. Ну, что для тебя было самое сложное в этом восхождении? Это финальная часть, переход от Кляин-Глокнера до Гросс-Глокнера. Там карабканье потом было очень сложно. Ну, то есть ты всё-таки готовился к этому, да, но, несмотря на это, было тяжело? Да, очень сложно. Андрей, какие были ощущения, когда ты понял, что всё, эта вершина, это финал твоего восхождения? Ну, эмоций я испытала очень мало, из-за того, что очень уже устал, всё было уже всё равно. Главное, чтобы вернуться, но всё равно радость была. Ну, давай расскажем, покажем флаг, который ты развернул на вершине. Что это за флаг? Расскажи, пожалуйста. Ну, это флаг моей школы, её номер 55. То есть тебе что-то в школе специально взял для этого флаг, да? Давай помогу. Тут ещё есть, вот смотрите, обратите внимание, тут есть печать. Печать даже школы. Там не печать школы, если её снять крупно, можно увидеть крест и можно увидеть немецкие буквы, да? И крест, он будет соответствовать, собственно, вот этой картинке. Мы поставили его в домике, который перед самым грузлом, который он перед вершиной. Там можно поставить печать, если ты зашёл. На память? Да. Да. То есть эта печать поставлена на самой, ну, в общем-то, на склоне горы Голос-Кнокер в память о том, что Андрей действительно там был. Андрей, ну это, получается, первая вершина, да, куда ты с собой взял этот флаг? Да. Это первая вершина, куда я взял этот флаг. Ну, наверное, 9 печати будут добавляться. Ну, дальше куда? Оставишь себе на память или в школу отдашь? Не знаю. Смотрим. Этот сертификат выдали Андрею после восхождения на Гросс-Глокнер. И здесь написано, что действительно Андрей взошёл на эту вершину. Вот стоит дата. Дата 9 июля 2019 года. И высота вершины 3798 метров. И написано, что это одно из высоких достижений. Дарья, почему вот такой именно выбрал Андрей маршрут? Вот как вы его к этому маршруту готовили? Выбирал маршрут Папа. И, в принципе, к этому они готовились уже давно, выбрали место. Почему? Ну, наверное, это сложнее тех маршрутов, которые они ходили до этого. Андрей уже несколько лет занимается альпинизмом. У него несколько восхождений в активе есть. И, наверное, это такая страна, которую ещё хотелось посмотреть. Потому что зачастую ты едешь не только ради восхождения, но где-то ещё и посмотреть, как живёт местное население, колорит вот этот испытать на себе. Андрей, расскажи про восхождение, которое у тебя уже было. То есть всё-таки ты опытный уже у нас человек, получается. Да. Первый год мы были, если не ошибаюсь, в Албании и в этих странах не очень хорошо разбираюсь. Мы забирались на гору Пилистер. В следующем году мы были в Черногории. Мы забирались на Боботов Кук. А, в следующем году мы забирались на Вильшпицце, вторую вершину Австрии. В этом году уже набросок на первую вершину. Андрей, ну вот почему всё-таки в Европе все находятся эти вершины? Почему вот не выбрать, например, Кавказ? Этот вопрос, наверное, лучше папе было бы задать, но я отвечу со своей стороны. Во-первых, в Европе более уютно, что ли, более домашнее всё. То есть достаточно близкие подъезды, удобные дороги, очень комфортные базовые лагеря. И в том числе во время восхождения не надо нести на себе палатку, потому что прямо на горе есть оборудованные приюты, так называемые. То есть это хижина. Там есть и столовая, где можно пообедать, и где можно поспать. И сушилки для обуви, для одежды. То есть достаточно комфортно всё. И я думаю, что... А, ещё все маршруты маркированы, в общем-то, достаточно хорошо оборудованы. Поэтому для занятий альпинизмом с детьми, я думаю, это более комфортно, чем Кавказ. Потому что на Кавказе приходится на себе нести, собственно, всё. И палатку, и снаряжение, еду, газ, в общем, всё. Так что я думаю, с детьми начинать заниматься в Европе достаточно удобно. Андрей, ну расскажи, какой из тех маршрутов, которые ты прошёл, тебе понравился больше всего, может быть, больше всего впечатлел? Ну, впечатления, они кардинально разные, вряд ли можно сравнить. На Бубо-Куке было ужасно холодно, ну, было не так сложно, как на Грузглокнере. На Пеллистере было красиво, легко и благоприятно. Ну, наверное, больше всего мне понравился либо Пеллистер, либо Грузглокнер. Грузглокнер мне впечатлил такой своей непреступностью. Она называется «Чёрной горой», ну, а Пеллистер своей красотой, уютом. Последним исхождением такое было для тебя довольно сложным. Улетевшие в пропасть перчатки не жалко? Я их не видел. Мы купили их и сразу же положили в пакет, и она их внимания не обращала. Но вроде в пакете была ещё какая-то шапка, а вот жалко. То есть, когда поднимались, всё это сорвалось? Да. Какие у тебя есть планы, куда бы ещё хотел подняться? В следующем году я беру много друзей с собой, вора. Но они никуда не полезут, будут ходить по долинам вместе со мной, посещают музеи, города. И, если по коду позволит, залезем на Ортлер. Дарья, вот насколько сложно тренировать молодых скалолазов, молодых альпинистов? Ну, я думаю, это как любому тренеру, в общем-то. То есть, есть программа, есть необходимые качества, которые нам надо развивать. Ну и, соответственно, мы работаем. Я бы сказала, это интересно. Потому что приходишь ты в бассейн, и по большому счёту, если ты пловец, кроме кафельной плитки, ничего не видно. А альпинизм и скалолазание – это всё-таки аутдорные виды спорта. И они подразумевают выезды на скалы, выезды в горы. Даже просто могут быть походы выходного дня ради того, чтобы научиться собирать рюкзак, поддерживать быт, ставить лагерь. И поэтому плюс к необходимым спортивным моментам добавляется вот эта изюминка в виде вот этих походов, выездов. И ребята, кто приходят заниматься, они, конечно, сплочаются очень дружные. Помимо тренировок они общаются друг с другом. И это, наверное, в какой-то мере упрощает сами тренировки. А насколько много людей из тех, кто приходят, да, хотят заняться скалолазанием? Остаются, а они уходят? Мы же понимаем, что это трудно. Да, уходит много. То есть у меня через мои руки, наверное, прошло очень много людей. Мне кажется, осталось, ну, остаётся процентов 10, наверное. Потому что, ну, это достаточно тяжело, да. Физически даже тяжело. Физически тяжело, да. Кому-то, кому-то, кстати, не нравится жизнь в палатках, да, кто-то хочет комфорта, например. Вот. Поэтому из-за того, что вот это тяжело и где-то не всегда комфортно, народ уходит. Ну, такая ситуация, как вот у Андрея, да, папу поддерживает. Это насколько важно? Это очень важно. Потому что, вот посмотрите на всех наших олимпийских чемпионов. Практически все были с огромной родительской поддержкой. Вот. И в нашем случае, например, в случае альпинизма, да, то есть мы сейчас не про скалолазы, а про альпинизм, без родителей, ну, в общем-то, я думаю, что это невозможно. То есть в этом возрасте в основном это мама или папа одевает рюкзак на ребёнка и пошёл. Даже песни про это слагают. Андрей, ну, по твоему примеру, друзья, может быть, одноклассники, никто не стал заниматься альпинизмом? Ну, один друг со мной ходил на пробное занятие на скалодром, но ему что-то не понравилось, он не стал. Тяжело, наверное. Да, наверное, тяжело. Каникулы закончатся, а дальше как будет тренироваться Андрей? Андрей, как и все ребята, в начале сентября придёт на скалодром и у нас начнутся тренировки. То есть в первую очередь это скалолазание, плюс работа с верёвкой, опять же эти узлы. То есть всё повторяется, только уже немножко на более продвинутом уровне, чем в прошлом году. Ну и плюс и ОФП, и подтягивания, отжимания, ну вот всё по графику тренировок. И плюс Андрей, готовясь к восхождениям, он сдаёт нормы ГТО. То есть у него серебряный значок ГТО сейчас. То есть самостоятельно вместе с папой они бегают, на лыжах катаются. То есть это необходимо сделать, правильно я понимаю? То есть это не собственное желание? ГТО – это собственное желание. То есть просто есть набор вот этих нормативов, и готовясь к ним, ты заодно и подтягиваешь своё общее состояние организма, готовность. Вот. А что обязательно для... Да в принципе, вот в Европе, в отличие от России, в общем-то может восходить любой. А, в России сейчас тоже так. Это раньше было, когда у нас обязательно альпинистская книжка альпиниста, обязательно прохождение всех норм, сдача нормативов была. А сейчас тоже уже появилась система гидов, когда, в общем-то, есть проводник, и он помогает людям зайти на вершину. Ну, как в случае с Андреем было. Да, да. Вот. Есть вариант, когда, соответственно, альпинисты проходят всю горную подготовку от и до, и затем закрывают разряды, получают книжку спортсмена. Ну, вот эти уже альпинисты могут сами быть гидами, правильно я понимаю? Да. Ну, и понятно, надо еще курсы инструктора закончить, чтобы хорошим быть гидом. Это уже следующая ступень, это? Да. Вот. Но у нас заниматься могут, соответственно, совершеннолетние. Не раньше 14 лет. Не совершеннолетние, а не раньше 14 лет. Дети могут получить книжку альпиниста. То есть все официально. Андрей, ну ты бы кем хотел стать? Ну, предпринимателем. Альпинизм – это будет твое увлечение, да? Хобби. Да, это всегда хорошо, когда есть хобби, потому что в горах очень хорошо переключаешься от работы, от телефонов, от интернета, потому что связи нет, вообще контакт с миром потерян. У тебя есть красивейшая природа, у тебя есть лучшие друзья, у тебя есть вот эта гора, на которую ты хочешь залезть. И настолько хороший отдых получается, вот, разгрузка эмоциональная, психологическая, что возвращаешься просто как новый. Ну, я желаю, чтобы все ваши планы сбылись, чтобы у вас было много достойных учеников, а тебе, Андрей, новых гор. Спасибо. В гостях программы «Городские встречи» был альпинист Андрей Спирин и председатель региональной федерации альпинизма и скалолазания Дарья Топоркова. Наша программа подошла к концу. Я с вами прощаюсь. До встречи на телеканале «Город». МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА